ребята сейчас настали времена когда нужно принимать решение ускоряться как вы знаете дональд трампа закручивает иммиграционные гайки в ближайшее время отменят розыгрыш грин карт в соединении семьи другие иммиграционные программы если вы запланировали иммиграцию через мексику несмотря на то что там очереди пройдем и это да карлос у нас загружен по полной он переживает за каждого клиента он людей проводит да можно чуть-чуть постоять в очереди но все равно вы зайдете вы окажетесь сша сегодня мы будем общаться с девушкой которая из узбекистана чуть-чуть сдвинуть которая приехала из узбекистана в сша мы помогали ей буквально там три-четыре дня назад мы зададим ей вопросы она не хочет только снимали на видео из-за этого просто будет картинка и я переключу петличку на громкую связь зададим вопросы узнаем как она как переходила границу сколько находилась в распределителе сан-диего кто забирал кто помогал ей выйти чем она в настоящий момент занимается ну и так далее хотел вам задать вопросы по поводу того как вы проходили путь иммиграции через мексику расскажите вообще с чего все началось началось так что у нас стране нам угрожала опасность мы были вынуждены покинуть свою страну и мы решили пройти через понятно у вас какая страна откуда вы ехали с узбекистана я понял вас а сколько времени ушло на подготовку документов и к бумаг к отъезду то есть сколько вы потратили на это время на это меньше месяца не больше месяца меньше месяца понятно сколько человек ехал вместе с вами вы же семью ехали понятно вы ехали к мужу у вас муж в сша вы ехали всей семьей понятно хорошо а кто-то вам помогал в мексике мексике ну там встречать встречал там по до границы проводил и так далее понятно кто это был понятно вам помогал карлос мексике сколько провели до того момента пока не пока переходили границу я понял хорошо вопрос скажите проходили границу сколько по времени было интервью так у меня было интервью сначала такое небольшое коротенькое где-то 35 минут начали потом уже второе интервью было второе интервью это длилось где-то два часа понятно понятно было страшно не вообще не страшно ясно были какие-то наводящие вопросы которые вас могли бы поставить в тупик вы не знали переживали нервничали там не было такого абсолютно все вопросы были коротко ясно и я отвечала как положено понятно было давление со стороны офицеров нет не было никакого давления нет все я понял хорошо у вас берут интервью вы волнуетесь это естественно это нормально ну а так такого чтобы давили на вас такого не было понятно хорошо скажите вы сейчас в каком штате в каком городе мы сейчас вы уже нашли работу или чем в настоящее время занимается пока еще нет пока я сижу дома муж работает пока я сижу дома детьми понятно хорошо вот сейчас в странах средней Азии там в Узбекистане в Кыргызстане ходит такая страшилка что детей забирают на границе там несчастные нет нету они детей так уважают любят эти офицеры даже они иногда шутили с ними да вот они смеялись и нет абсолютно такого нету а вы чувствовали на себе там какое-то унижение чтобы вас там кто-то унижал ассортно было все нормально понял вы подавали страха никакого такого ощущения не было что мы там были заключенные или там сидели мы запретили мы спокойно с ними общались могли что-то спросить они нам отвечали это нормально я понял хорошо а скажите вы сколько были в распределителе в Сан-Диего в Сан-Диего распределители не поняла ну вот вас границы сначала повезли в распределитель да уже потом отпустили да 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 сколько были в распределителе на пятый день мне отпустили понятно первый же день когда я зашла у меня взяли интервью первый же день а потом еще второе интервью у меня было тот же день только ночью и потом я расписалась на все эти документы которые меня спросили а потом на четвертый, на пятый день с того момента с того момента как я зашла понятно хорошо а как каковы условия были где вы там ночевали чем кормили Условия нормальные. Я даже думала, что было страшно, что там ужасные условия. Мне условия, например, понравились, даже я могу сказать. Не страшно вообще. Нормально. Условия хорошие. Там можно мыться, искупаться вам дадут. Нормально. И питание нормальное. Я понял. Дают вот эти хлопья, их блюда, буррито, сэндвичи. Все дают. Фрукты дают. Одноразовые. Все дают. Я понял. Хорошо. Вопрос. Вы фактически поехали к поручителю, то есть тот человек, который вас в США поддерживает. Да, да, да. А как с ним было? Ему офицер звонил, да? Когда вас забрали. Да, да, да. После, видимо, интервью они потом созванивались. Насчет там билетов, как он должен купить там билеты, как он должен долететь до Филадельфии. Вот так вот. Когда вот все он уже отправил, потом офицер, видимо, пришел ко мне с документами и сказал, что ты можешь идти вот так вот домой. Понятно. Он вам покупал билет, да? Повторите. Он вам покупал билет? Да, да, да. Он покупал билет, в смысле, когда всех отпускали оттуда. Так. То, что было странно, всем покупали билет только на автобус. Так. А я говорю, почему? Да, да. Например, до Нью-Йорка они три дня, три сутки доверяют автобусу. Три сутки. Так. Что-то меня это возмутило. Я говорю, а почему? А нельзя было самолетом поехать, да? Это было бы быстрее. Так. Ну, а со мной уже там все с детьми. Так. Я говорю, с детьми такая дорога длинная, мучиться будут. И потом у меня такой шанс попался, и ко мне пришел офицер, говорит, вот ты свободна, вот так вот твои родственники отправили в себе билет. Я говорю, автобус? Он говорит, да, до Сан-Диего на автобусе. А потом полетишь на самолет. Я так обрадовалась. Я говорю, сейчас можно уже полететь. И потом меня проводили до автобусной станции. Так. Потом я на автобус поехала до Сан-Диего где-то два с половиной-три часа. Так. И оттуда я поймала Uber такси и поехала до аэропорта. За 10 долларов меня подвезли до аэропорта. Это отличная сумма вообще за 10 долларов. Это нереально. Это дешево совсем. И потом к аэропорту мы поехали до Оклахома. А потом оттуда мы поехали в Орландо. От Орландо потом мы прилетели. У нас две пересадки были. Потом мы прилетели в Пеладельфию. Понятно. Вам надели на ногу браслет? Да, да, да. В этот же день всем надевают браслет, да. Удобно? Ну, не совсем удобно, но нормально, терпимо. А что сказали, когда его снимут? Вот у меня сегодня было интервью первое. Я пошла сегодня на интервью. Сказали, что как только ваши паспорта. Вот три вещи, оказывается, нужны. Паспорт ваш, личный номер телефона и ваше письмо от судьи, что у вас назначен первый суд. Так. Вот это письмо должно прийти на ваш адрес, сказали. Все, вот три вещи вы отвезете вот этим офицерам, они вам сразу снимут. Я понял вас. Хорошо. Ну, а общее впечатление о работе с нами, с Мигрант Медиа? Отличные, нормальные, отличные даже. Вот те, кто нас смотрят... Вот то, что вы сказали, то есть все получилось. То, что вы сказали, и то, что моего мужа там забрали в дом ребенка, то, что сказали, там отпустят. Его, на самом деле, отпустили, и даже ему браслет на ноги не надели, то, что меня обрадовало. А он сколько был в доме ребенка? Так, видимо, он, когда он зашел на границу, его там держали два дня, и у него было первое интервью там, а потом его забрали где-то 12 или общие 12... 16 дней он там был, да? В общем, в общем 16 дней. Я понял. Значит, 14 дней. Две недели там он был, значит, дом ребенка две недели. Ну, вот он что рассказывает про условия в доме ребенка? В хорошие условия. Их там кормили 4 раза в день. У меня сын был с папой, он ходил, занимался, учил английский. Он даже научился считать до 10 и писать свое имя на английском. И мы рассмотрим, все там хорошо было. Он немножко даже немножко заболел, у него кашля была, и мы сразу вот прям два дня его лечили, давали лекарства. У мужа немножко давление поднялось, его лечили. Вот так вот. Нормальные условия, хорошие. Я понял, я понял. Хорошо. Последнее. Что бы хотели передать тем, кто сейчас в Узбекистане в таких же трудностях и кому просто крайне необходимо срочно переехать, там, близким, родственникам, там, или пройти путь эмиграции вот по этому пути? Все, кто там находится в Узбекистане, я желаю, чтобы они выбрали правильный путь, чтобы они переходили, не боясь ничего. И всем удачи. Да, спасибо большое. Спасибо большое, Сабина, всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.